Золотая Орда Когда-то 750 лет назад на бескрайних просторах Евразии возникло государство Золотая Орда. Оно называлось Улу-Улус или государство Джучи по имени хана Джучи, старшего сына Чингисхана. Важнейшей повинностью в Монгольской империи была военная служба. Все взрослые и здоровые мужчины считались воинами. В мирное время они вели свое хозяйство, а в военное брались за оружие. Как и какую военную иерархию смог выстроить Чингисхан? Какие военные секреты позволяли военачальникам Чингисхана выигрывать сражения? Об этом вы сможете узнать в нашей передаче, посвященной военному искусству Монгольской империи. В юртах у домашнего очага собирались женщины. И вели они разговоры о прошедшем дне, о здоровье скота и о предстоящей кочевке на новое пастбище. Но о чем бы они ни говорили, всегда их разговор заходил о мужчинах. О мужьях, братьях и сыновьях, которые ушли в поход и были так далеко от них. Вспоминали они счастливые моменты, когда выдавали их замуж и одевали в наряд невесты. Как делали первые шаги их сыновья и учились держаться в седле. Молодые девушки внимательно прислушивались к разговорам своих матерей, мечтая о своем очаге и о будущих наследниках. Приходило время. Вчерашние невесты становились женами. Когда подходил срок рождения ребенка, то старшие женщины помогали при родах. Большим событием для кочевников было, когда Всевышний одаривал женщину сыном. С самого рождения мальчика воспитывали как воина. Сыновья быстро подрастали и становились юношами, которые, оседлав коня, покидали родной дом, следуя за своими отцами и старшими братьями. Не просто было женщинам провожать своих мужчин в военные походы, зная, что они могут не вернуться. Приходили молодые невестки к матерям своих мужей и просили совета, как найти в себе силы пережить расставание с единственным сыном. Отвечали мудрые женщины. Такова наша судьба – рожать сыновей для битв и военных походов. Несчастна та женщина, сын которой не седлает коня и не рвется в бой. Долг любого мужчины стать воином – смелым, сильным и храбрым. И если он падет в бою, не надо печалиться. Он возвысит свой род, и его будут помнить потомки. Редактор субтитров А.Семкин Для армии Золотой Орды военачальники тщательно отбирали воинов в себе в отряды. Бату-хан высоко оценивал своих солдат, которые проявляли храбрость, удаль, отвагу, выносливость и физическую силу. Наличие этих качеств позволяло воинам даже из низкого сословия значительно повысить свой статус. Система отбора воинов в Золотой Орде была многоступенчатая. Мужчины показывали свое мастерство в состязаниях, которые Бату-хан устраивал достаточно часто. Традиционная монгольская борьба позволяла выявлять самых крепких и выносливых баатуров. Кочевники славили своей невероятной меткостью. Это и неудивительно. Дети учились стрельбе из лука с пяти лет. Самых метких из них ставили во главе отрядов лучников. Каждый кочевник великолепно держался в седле. Но предпочтение отдавалось тем, кто мог управлять большим табуном, численность лошадей в котором могла доходить до нескольких тысяч. Охота, состязания и игры были своеобразными тренировками. Они напоминали репетицию схваток и сражений. В них принимали участие все, от хана до рядового воина. Структура монгольской армии Военное устройство в Улуси-Джучи под руководством Батухана во многом сохраняло структуру, которую организовал еще Чингисхан. Нет данных, которые помогли бы ученым определить реальную численность армии Золотой Орды. Но хорошо известна ее организация, которая представляла собой строго выстроенную иерархию, в основе которой стояла десятичная система. Самыми мелкими подразделениями были десятки. Соответственно, в них количество воинов составляло 10 человек. В сотни определялись 100 человек. Самым крупным подразделением считался Тумен. Около десяти тысяч воинов-всадников. Но могли формироваться и корпуса из трех-четырех Туменов. Если начальник десятка не справлялся со своими воинами, то старший над ним, начальник сотни, обязан был немедленно его заменить. Относительно старшего командного состава, замену военачальника мог делать только сам верховный хан Улуси-Джучи. Для воинов Золотой Орды важное значение имела военная атрибутика. Это флаги или боевые знамена. Туг или Урунгу. Победа одной из сторон ознаменовывалась вертикально стоящими флагами. А поражение – когда стяги были брошены на землю. В 1240 году монголы под предводительством Бату-хана начали вторжение в Киевскую Русь. Пали многие крупные города. Монголы во время ведения боевых действий использовали особые приемы. Быстрые марши, стремительные атаки, глубокую разведку, ложное отступление и засаду. Интересно, что слово «кабура» также дошло до нас от Золотой Орды. У монголов оно обозначало кожаный футляр для оружия. Происходит от тюркского «кубур» – футляр. В тюркских языках имя человека и конь обозначаются одним словом – «ад». Согласно верованиям, душа мужчины связана с его конем. После смерти хозяина конь получал название «хойлага». «Изгон» – это один из видов тактических приемов монголов. Войско не вступало в открытый бой, а высылались отдельные отряды, которые проникали глубоко в тыл противника и совершали опустошительные набеги. Колчан От монгольского языка «кубурлук» – «хуурлух» – футляр для стрел. Он носился на поясе с правой стороны. Во время конных походов укреплялся на седле. В одном колчане помещалось до 30 стрел. Каждый воин должен был иметь по три колчана со стрелами. Для осадных работ использовали пленных. Их заставляли приводить в действие гигантские механизмы – собирать камни, заготавливать деревья, строить осадные сооружения. Если города не сдавались им без единого выстрела, они не брали никого в плен. Воинская структура Золотой Орды напрямую связана с той воинской организацией, которая сложилась в Монгольской империи при Чингисхане. Ни один правитель не мог обойтись без преданных ему воинов, своей гвардии или дружины. Так и Чингисхан смог сплотить вокруг себя верных ему людей, образовав свою дружину. Воинов этой дружины называли «нукеры». Личная охрана хана выполняла почетную службу при нем. «Нукеры» отправлялись вместе с ним на охоту, участвовали в празднованиях, сражались в боях, присутствовали во время собраний знати на Курултаях. Число и качество нукеров определяли силу и авторитет вождей, общее имя которых было «Нойон». Хотя они и могли носить и титулы. Баатур – богатырь, Мерген – меткий стрелец, или Бельге – мудрый. Так в сокровенном сказании, в письменном источнике XIII века, можно найти историю о том, как подданные Чингисхана отдавали своих детей внукеры. Однажды у Джар Чудая родился сын – крепкий, здоровый малыш. Но считал отец, что не для него вечное небо одарило его сыном. Придет день, и выполнит его сын предназначение, для которого был рожден. Дал отец имя ребенку Джелме. Отец с малых лет стал учить своего сына всему тому, что умел сам. Как лучше закрепить стрелы на седле лошади, как ловко бить копьем, как метко стрелять из лука и искусно владеть арканом. Пролетели годы, и из мальчика превратился Джелме в крепкого юношу. Пришло время. Узнал Джар Чудай, что из очередного похода возвратился Чингисхан домой. Быстро собрался он вместе со своим сыном и отправился в путь. Спустились они с высоких гор, вышли на равнину и добрались до ставки великого хана. Когда увидел старик Чингисхана, поклонился он ему и сказал. «Когда родился мой сын Джелме, я отдал его тебе. Но так как он был еще мал, то я взял его к себе и воспитал. Теперь отдаю его тебе. Пусть он оседлает тебе коня и защищает от врагов, не жалея своей жизни». Это сказание повествует о Джелме, одном из четырех преданных Чингисхану-нукеров. Имена троих других – Джебе, Хубилай и Субадей. Войско Улуса-Джучи было высокомобильным, дисциплинированным, с отличным устройством и организацией, которое обеспечивало многовековой контроль над подвластными государствами. В бою монгольские всадники сражались мечами, палашами, саблями, боевыми топорами, булавами и кинжалами. Экипировка воина состояла из шлема с металлической сеткой. Грудь и спину защищал панцирь из толстой кожи с металлическими пластинами. Руки и ноги защищали специальные накладки. Одежда у монголов была шита таким образом, что позволяла всаднику легко и свободно изменять положение тела и даже наклоняться под круп лошади. Оружие, которое использовали монголы в ближнем бою, было достаточно легким и остро наточенным. Наиболее распространенным холодным оружием у них была сабля, которая постепенно вытеснила мечи и ятаганы. Часто всадники имели не одну, а две сабли. Это позволяло воину наносить рубящие-колющие удары по противнику двумя руками одновременно. Такой прием позволял побеждать противника, но имел один недостаток. Воин не мог защитить себя щитом. Любая стрела могла убить его. Таким приемом часто пользовались передовые отряды, которые шли в наступление. На большой скорости они врезались в противника, вызывая в их рядах панику и смятение. Чаще всего эти воины погибали, так как они шли в начале атакующего войска. Большинство воинов имело лук и несколько колчанов со стрелами. Стрелы отличались необычайной остротой. Монголы были мастерами в их изготовлении и заточке. Каждая стрела в зависимости от хвостового оперения имела свою дальность полета, что учитывал лучник, стреляя в противника. Длинное древковое оружие было представлено копьями с наконечниками различных форм. Копья или пики применялись для таранного удара и пробивания доспеха. Копья с широким наконечником применялись против противника, защищенного легким доспехом. За происходящим сражением следил хан, окруженный своими советчиками и нукерами. Хан был одет в боевые доспехи, потому что в любой момент он мог вступить в бой для поддержания морального духа своих солдат. Когда бой был выигран, он принимал решение, что делать с пленными. Знатных вельмож, попавших в плен, часто обменивали за выкуп. Но нередки были случаи, когда их казнили. Для устрашения или преследуя свои политические цели. Обычных солдат, попавших в плен, чаще всего снова обращали в солдаты. Их принуждали дать клятву сражаться уже за хана Золотой Орды. От качества доспехов и другого защитного снаряжения напрямую зависела жизнь воина. Монголы очень серьезно относились к своей безопасности. Для изготовления доспехов, шлемов, щитов привлекались самые лучшие ремесленники. Конечно, самым доступным материалом для кочевника была кожа. У каждого мастера-кожевенника были свои секреты выделки кожи. Причем защищали воины не только себя, но и своего коня. Особенностью изготовления защиты было в том, что мастера выкраивали будущие доспехи не из целых больших кусков кожи, а делали их из маленьких кусочков. Причем лоскутки накладывались друг на друга таким образом, чтобы ход волокон в них был различен. Этот процесс был невероятно трудоемкий, но он оправдывал себя в бою. На примере изображения лошади видно, как ее корпус полностью защищен накидкой, выполненной из маленьких лоскутов кожи. Мастера скрепляли лоскуты с помощью металлических клепок. Они обеспечивали хорошее скрепление и прочность. Металл, в отличие от нити, не подвергался быстрому износу и был устойчив к воздействию огня и влаги. Если провести аналогию накидки для лошади и доспехов воина с современным бронежилетом, то можно найти много общего. Так же, как и у бронежилета, энергия поражающего элемента гасится за счет многослойности изделия. Когда стрела попадает в отдельный кусочек кожи, то этот кусочек изгибается и передает энергию стрелы на соседние пластины. У стрелы снижается пробивная сила. Так же стрела отскакивает, потому что такое пластинчатое строение очень гибкое, в отличие от конструкции, выполненной из цельного куска кожи. Конечно, защитная экипировка была дорогостоящей, и обеспечить защитой коня и себя мог далеко не каждый воин. Организация снабжения армии Изречение Чингисхана Подобает начальствовать тому, кто сам чувствует жажду и голод, и не допустит, чтобы войско испытало голод и жажду, а четвероногие отощали. Черби Так назывался чин в армии хана Бату, который отвечал за обеспечение хозяйственной части. Из предметов снаряжения каждый воин обязан был иметь. Пилку для заточки стрел, шила, иголки и нитки, глиняный сосуд для варки пищи, хотя иногда мясо елось и в сыром виде. Бартохо Так называлась кожаная баклага, вместимостью около двух литров, для запаса кумыса, молока или воды. Она должна была быть у каждого воина. Долинг Так назывались две небольшие сидельные сумки, в которых возился неприкосновенный запас пищевых продуктов и запасная смена белья. Неприкосновенный запас, который был у каждого воина, состоял из сушеного мяса и сушеного молока. Такие продукты употребляются кочевниками и в наше время. Гвардия и личная охрана хана была обеспечена самым лучшим продовольствием, оружием и лошадьми. Секрет непобедимости монгольской армии заключался не только в отличной подготовке солдат и в искусном ведении боевых действий, а прежде всего в организации обеспечения тыла. Кочевой образ жизни, сложившийся столетиями, помогал армии Золотой Орды совершать грандиозные походы. Передовые отряды устремлялись вперед, а за ними продвигались повозки и многочисленный скот. Овцы были, несомненно, самыми важными с точки зрения пропитания животными. Они давали молоко, мясо, шерсть и шкуры. Лошади – предмет гордости у монголов. Они составляли основу армии Бату и были жизненно необходимы. Благодаря им армия могла быстро передвигаться на огромные расстояния. Их также использовали как источник мяса, а кислое кобылье молоко, кумыс, был любимым напитком жителей степи. Однако не всегда отражается роль верблюдов в военных походах Золотой Орды. А ведь именно верблюд, с присущей ему выносливостью и неприхотливостью, был основной тягловой силой. Верблюды использовались не только для перевоза телег и повозок, на них сидели барабанщики-наккары. Барабанщики занимали высокое положение в монгольском войске. Они были рядом с военачальниками и передавали всей армии их команды. Каждый солдат обязан был хорошо знать звуки барабана и беспрекословно подчиняться приказам. Верблюды, если они были специально обученные, сами могли активно вступать в бой вместе со своим хозяином. Вытягивая свои длинные шеи, боевые верблюды хватали большими зубами круп лошади и буквально могли разорвать ее своими мощными челюстями. Но не только эти способности животного высоко ценились монгольскими воинами. Они хорошо знали о питательных свойствах верблюжьего молока, мяса, целебных свойствах шерсти. Воины надевали накидки из верблюжьей шерсти. Такая одежда была очень теплой и легкой. Она отлично согревала в суровую холодную погоду. Общее название верблюда в Монголии – теме. В зависимости от пола и возраста, кочевники по-разному называли верблюдов. Ад – ан, взрослый верблюд. Тайлаг – верблюд в возрасте до пяти лет. Бур – верблюд-самец. Инге – самка. Успехи и победы Золотой Орды были далеко не случайны. Этому способствовал тщательный и продуманный подход в организации и управлении армии. От выстроенной жесткой иерархии, военной тактики и дисциплины, а также тылового обеспечения. Зачастую Улус Джучи оценивался историками, как кочевое государство, основанное на животноводстве. Но новые археологические данные говорят о другом. При раскопках городов были найдены многочисленные архитектурные памятники, искусные изделия ремесленников и многие сельскохозяйственные культуры. В следующей передаче мы расскажем о ремеслах и быте Золотой Орды. Постараемся ответить на вопрос, как и каким образом кочевая империя со временем превратилась в оседлую. Продолжение следует...